Всем привет! Всех поздравляю с наступившим Новым Годом! И сегодня у нас классический новогодний выпуск или обычно у меня как бы в это время года происходит обзор всего любимого и я закругляю эту серию обзора своих фаворитов, видео о парфюмах. Парфюмы, в принципе, не очень многое изменилось у меня. Я человек не особо, так сказать, я люблю экспериментировать, но не в такой степени, чтобы полностью изменить свою как бы гамму цвета и запаха. Кое-что найдется в коллекции моих любимых из того, что вы видели раньше. И у меня были обзоры очень подробные этих парфюмов, как я себя у них ощущаю, вплоть до того, какие нотки. И я поставлю ссылки на видео, если кому-то интересно отдельное описание какого-то отдельного аромата, то я поставлю эти ссылки внизу в описании. Но сейчас я перечислю. И я нашла нотки, я здесь зачитаю нотки, расскажу, и как я себя ощущаю, и что изменилось, что у меня новенького. Новенькое, старенькое и так далее. Начну я с классического Тома Форда Черная Орхидея. Я не могу сказать, что это мой самый любимый аромат, просто потому, что я от него устаю. Я его не могу носить все время. То есть это очень интересный такой на определенный какой-то, может быть, день, на какое-то событие вечерний аромат. Я его летом не могу носить. Он у меня убирается в шкаф и до зимы. Зимой. В принципе, вы знаете, интересная история. Я первый раз его унюхала, так сказать, прочувствовала на одном мужчине, который у нас шикарно танцевал. У нас был такой шикарный вечер новогодний в моей фирме предыдущей. Года четыре, наверное, назад. И с тех пор я к нему очень присматривалась, принюхивалась, стало интересно мне. И он у меня уже, ну вот такая бутылка у меня уже третий год, наверное. Еще один стоит запасной. Когда я до него доберусь, я не знаю. Но он мне нравится. Он мне нравится. И вы знаете, очень интересно я сделала для себя открытие. Я вот сейчас писала нотки вот эти вот про все парфюмы. В принципе, во всех них присутствует или маск, мускус. Мы это знали уже, проходили, я об этом говорила. И еще я нашла илан-илан, что очень интересно для меня открытие сегодняшнее. Вот так вот, 1 января я для себя открыла, что практически все духи, которые мне нравятся, содержат илан-илан. Как интересно. Наверное, там какое-то есть сочетание. Обязательно это или маск, или с цитрусом, или ветивер, трава, или же это абраксан. А если когда мускус и абраксан вместе, то все, ложись, ребята, потому что это нечто. Так вот, начнем. Черная орхидея. Черная орхидея. Мне придется очки надеть, потому что мне нужно читать. А я сделала этот эликсир. А, я эликсир этот не написала. Не знаю, что у меня больше. Ну ладно. Итак, черная орхидея, верхние ноты, французский жасмин, черный трюфель, илан-илан, черная смородина и цитрус. Очень такой floral spicy. И больше, более такой запах. Здесь написано imaginary. Но imaginary – это более такое, вы знаете, в вашем подсознании, в вашем воображении, для воображения, чем реальность существует. И базовые ноты такие, не древесные. Пачули и сандаловое дерево, темный шоколад, амбер, ветивер, ванила и бальзам. Бальзам, я не знаю, что такое бальзам. Очень интересное сочетание таких глубоких, очень глубоких, теплых, интимных каких-то тонов. И мне этот запах очень нравится. Но все время его носить я не могу. То же самое, как солнечную орхидею. Я постоянно ее не могу пользоваться. У меня почему-то наступает какой-то период, когда все надо прекратить и переключаться на что-то легкое, свежее. Итак, номер. Это не по номерам, не в порядке, как бы не в порядке, любимости. Но по номерам сегодня, значит, первым мы посмотрели «Черная орхидея». Моя вечно любимая – Дона Каран. Дона Каран, Нью-Йорк. У меня, наверное, это уже 20-й, я не знаю, какой флакон, уже 100 лет. И есть видео мои старые, и года три назад есть видео, и в прошлом году, по-моему, я делала. Я постоянно вот этим небоскребом трясу, вот так показываю. Это то, что я купила, как его только выпустили, как-то он мне попался, где-то я сбрызнулась. И 20 лет – это у меня уже в постоянных. Это должен быть запах постоянный. Это на тот случай, когда даже если я дома, и мне нужно срочно поднять настроение, вот это обязательно, это как, знаете, как глоток воды. То есть это обязательно нужно иметь. Вот для меня лично это я не могу никуда. Вот он у меня сейчас уже кончается. Это уже я не знаю, какой бутылёк. И его всё время продают очень недорого в аэропорту. Слушайте, это вообще, это я не знаю. Это чудесный запах, чудесный цитрусовый. Что здесь написано? Да, правильно, в 99-м году его первый раз. В 99-м году его выпустили. Верхние ноты томата лиф. Помидорный лист. Апельсин, мандарин. Абрикос. Кассия. Видите, верхние ноты, они все очень цитрусовые. Особенно абрикос. Ну, мандарин. Мандарин и, наверное, интересно с томатным листом, да? Мандарин, апельсин. Кассия. Водная лилия. Жёлтые водные линии. Лилия. Жёлтый нарцисс. Жасмин. Хелиотроп. Илан-илан, опять же, видите? Роза и орхидея. И базовые ноты. Берёза. Замша. Сандаловое дерево. И янтарь. Почули и янтарь. Вот, я не знаю, как янтарь пахнет, но, видимо, что-то есть. Изумительная комбинация запахов. Я не знаю, как она это сделала. Но это что-то, это что-то. Вот этот у меня никогда не перестанет быть любимым. И я думаю, если бы у меня был единственный вообще аромат, который вообще мне можно пользоваться, наверное, я бы только один вот этот оставила. Но я надеюсь, что у меня никогда такой ситуации не будет. Пантера-кортье. Тоже уже несколько лет у меня, много лет. Запах, который меня очень распознаёт, в котором меня узнают. То есть моё присутствие узнаётся. Но, тем не менее, он как-то, он очень мягкий, очень элегантный. Запах женщины, которая имеет всё, что хочет. И в то же время какую-то вот нотку счастья, оно всё-таки распространяет вот этот аромат. И в то же время, и в то же время, он остаётся немножко интимным тоже. Он не такой интимный, как чёрная орхидея. Но, тем не менее, здесь очень глубокая история, кстати, интересная. Итак, и здесь у нас топ-нотс. Сухие фрукты. Рубаб. Клубника. Анис. Интересно, анис тоже, который я не люблю. Бергамот. Средние ноты. Гардени. Вот эту сладость даёт вот эта гардени. Роза. Опять же, илан-илан. Оранж-блоссом. Апельсиновый цвет. И груша. И базовые ноты. Это окмос. Это древесный мох. Мускус. Кожа. И пачули. Вот эта комбинация, это, знаете, это комбинация такого успеха, который вот именно здесь, здесь очень много интересного в этом запахе. Я его очень люблю. Его выпустили в 2014 году. Между прочим, у меня как бы, может быть, даже будет какая-то вот, вот если я оставить, должна была бы себе один. Не знаю. Со временем, может быть, что-то поменяется у меня. Но вот эти два запаха, вот эти два аромата чудесные. Нина Поп. Нина Поп. Запах счастья моего. Это мне было 50, на 50-летие. Ричард меня повёз в Париж. Выпущен этот аромат был Нины Ричи в 2015 году. Верхние ноты. И в 2016, когда у меня было 50-летие, мы, я уже рассказывала, в галерее Лафройет, мы купили большой набор, и там было вот это всё. То есть всё, что может. Вот запах с лосьон для тела, и душ-гель, и ещё что-то там было. И свечки, и вот эта штука. То есть и духи сами по себе. Вот. И поэтому, и вот это мне очень-очень запомнилось. И меня каждый раз уносят в Париж. Февраль. И... Да. Где мои... Знаете, говорят, где мои 17 лет? Где мои 50 лет? Верхние ноты. Лайм. И лимон. Средние нотки. Яблоко. Прейлин. 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 Что же это? Пион. Идатура. Прейлин. Я не знаю, как перевести. Базовые ноты. Яблочное дерево. И мускус. И кедр. Всё правильно. Вот их всех. Вот если я каждую начну сейчас перечислять, я чувствую. Ой. Но это аромат счастья наравне вот с этим. Вот этот парфюм. Он поднимает настроение. И он даёт счастье. И он, вы знаете, летаешь. Летаешь. Сколько бы вам ни было лет, летаем. Том Форд Коста Азура у меня очень быстро выбрался. Выбрался как бы в один из самых первых. Очень, очень хороший запах. Очень любимый стал. Подарок потому что ещё. Вот. И на самом деле заслуживает он внимания, потому что он действительно очень интересный. Он на самом деле здесь, как бы сложность вот этого, сложность вот этого сочетания, которое я уже описывала вам. У меня был рождественский, что же я рассказывала, про подарки что ли? Неужели я делала видео про подарки? Господи. Вот буквально после Рождества я делала видео. Я там очень подробно его описываю. Я тоже поставлю ссылку на это видео. Значит, что здесь? Дрифтвуд. Я не знаю, что такое дрифтвуд. Какое-то дерево. Сивит. Вот правильно, здесь трава есть это. Есть вот эти водоросли. Агаут. Семена селериака. Маск. Мускусное что-то здесь есть. Кардамон. Интересные, очень такие, очень специфические запахи вместе. Смотрите, как он всё это сделал. Кардамон. Средние ноты лимон. Лавенда. Джунипе. Надо бы перевести мне это. Жёлтый мандарин. Мирты. Запах мирты. Базовые ноты. Вертивер. Ок. Дуб. Алибанум. Я не знаю, что такое. Интенсив ванилы. И ваниловый очень сильный здесь запах чувствуется. Но он, сладость его, она здесь очень приглушена. Хороший свежий запах такой. Очень приглушена. Именно, я думаю, вот этими удовыми нотками. Вообще шикарно. Ещё один шикарный аромат. И ещё. Три. Один. Это, конечно же, Крит, который я... Который никогда у нас не меняется. Он, по-моему, у меня никогда с полки любимых не сойдёт. Хотя это мужской аромат. Я его тоже очень люблю. Периодически я им брызгаюсь так. Но редко. Редко. В основном это Ричард. Это его любимый. Вот. Долго он им пользуется что-то? Мало куда ходим ведь. Вот. Но иногда он мне дома тоже так вот раз возьмёт себя, побалует. Вот. Про Крит у меня отдельно есть с историей, с нотками и со всем. Но я нотки всё равно зачитаю. Это шипровый, фруктовый запах. Вообще для мужчин. Но вообще его считают даже он как и юнисекс. Хотя, вы знаете, создали они, очень долго работали они над этим, Крит для женщины. For her. Крит Авентус for her. И он мне не понравился. Он мне не понравился тем, что там слишком много всего. То есть там вот определённости какой-то нет. Вот я, каждый из этих ароматов, я его распознаю сразу же. Я знаю, что, как называется. И каждый создаёт определённое строение. А там как-то так много всего сразу. И там я потеряла с ним в этом запахе. А вот этот запах победителя, победоносного мужчины, в принципе. Ну или победоносной женщины, очень такой уверенной в себе. И здесь это сочетается, здесь верхние нотки панапол, ананас, чёрная смородина, бергамот и яблоко. Базовые ноты берёза, пачули, марокканский жасмин и роза. И базовые ноты маск, то есть мускус. Опять же, опять же, вот интересно, где же это ещё-то я видела. Дубовый мох. В картье. В картье пантере. Здесь тоже дубовый мох, амбергерис и ванила. Амбергерис. Я не знаю, что такое амбергерис. Вот. Незаменимый аромат сам по себе. Я надеюсь, что они его никогда не перестанут выпускать. И он никогда не сойдёт у нас с полки любимых в семье. И два последних. Один более такой новый. И это выпуск 17-го года. Амуаш. У меня тоже о нём есть очень подробное видео со всеми, со всеми нотками, со всеми ощущениями. Интересно, вот эти все ароматы, они не похожи. Они все разные. Вот. Но в каждом из них присутствует какая-то такая таинственная загадочность, немножко сладости. Вот этот мускус, он, по-моему, даёт вот это ощущение стойкости и силы, вот какой-то нотки такая, которая проходит вот стержнем через всё. И опять же здесь, иланг-иланг. Вот удивительно. Мне надо посмотреть ещё. Ещё где он содержится. Значит, Blossom Love – это амуаш. Это цветочный. Цветочный запах для женщин. Аромат. Был выпущен в 2017 году. Топ ноты, верхние ноты, хелиотроп и бергамот. Средние ноты – амарета. Вот так. Cherry Blossom. Вишнёвый, да, цвет. Роза – иланг-иланг. Базовые ноты – тонко-бин. Вот, тонко-бин. Интересные. Ванила, замша и винтарь. Ну вот вам. Опять же, ванила. Вот интересно. Ванила в очень многих из них. Вообще интересные. Практически везде, смотрите. Практически везде ванила есть. Кроме Нина Ричи Поп. В принципе, во всех в них. А в Дона Каран Умэн тоже нет ванилы. Вот так. Вот такие вот запахи у меня интересные. Это интересная крышечка. Такая крышечка красивая. Магнитик. На магнитике закрывается. Вот это я вам хотела рассказать. И последний самый аромат, который я очень подробно описывала. У меня была прям целая история раскрытия, открытия дома Орман Джейн в Лондоне. Очень известный дом. Хотя очень много ароматов там было, которые я попробовала, испробовала. И как бы производила всякие эксперименты. Что, сколько держится, где, что, какое ощущение возникает. И я делала полный обзор. По-моему, я купила их там было шесть. Шесть маленьких пузырьков. И у меня Орман Джейн этим вот прошедшим летом я делала полный обзор. И остановилась я на аромате или эликсир. И это называется Ройл Эликсир. Очень стойкий, очень стойкий. Запах был просто невероятный на всю комнату. Вот пара пшиков и все. И это вот такой коробочке. Похож национальский, да? Немножко такой мужской слегка такой выглядит. Но запах... Это Юнисекс, между прочим. Очень такой. Величественного. Уверенного в себе человека. Богатый запах. Очень дорогой. Но это я еще пока не начала пользоваться. Как следует, я разбрызнулась и пока его отложила. Очень много всего у меня интересного. И еще у меня приходит один интересный аромат. Скоро. С которым я вас отдельно познакомлю. Когда я его разнюхаю. Когда я его прочитаю как следует. Пойму все. И я его купила вслепую по рекомендации. По рекомендации своей приятельницы в Майами. Которая... Она очень так шарит хорошо. В парфюмах очень... Я думаю, что похоже. То, что ей нравится, тоже мне нравится. И вот то, что я не знала об этом. Вот это она мне сказала. Этот запах. И я его купила. Посмотрим. Рискнула. В общем. Ну, вот и все, мои хорошие. Я думаю, что на этом я заключаю свою, завершаю свою серию фаворитов. Это не все парфюмы, которые у меня есть. Те, что у меня есть и которые я стараюсь побыстрее уже... Вы знаете, забыла. Забыла сказать. Использовала практически... Ну, все. Потому что кончилось. И поэтому бутылочки этой нет. Все-таки я очень люблю эту молекулу. Очень люблю до сих пор. И молекула вторая у меня эта любимая. И также Задик Вольтер Дать Ха. Вот этот запах, который молочный, сливочный. Такой счастливый летний запах. Это у меня тоже в этой... В кучке любимых. И я его просто забыла вытащить. Сейчас покажу. Вот. Задик Вольтер. This is her. Я рассматривала его довольно подробно. Мы его читали. И нотки, и ощущения, и все. То есть это, в принципе, из всех... Он, наверное, близок больше всего вот к этому. Но он послаще. Вообще я сладкие запахи не люблю. Но вот этот, он другой. Он очень сливочный. И он как сливочное мороженое. И вот такой сладости я не против. Вот поэтому у меня ощущение счастья полное. Ну вот и все, мои хорошие. До следующей встречи. Я обещала сделать макияж для... Во-первых, я обещала сделать праймеры. Я это сделаю в следующем видео. Макияж глаз с новейшим веком. Это будет обязательно в эти выходные. До, как я выйду на работу, уже 4-го числа мы выходим. Нам долго гулять не дают. Ну все, мои хорошие. Пока. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok